Играет музыка Космос Сенниорс принимает Кингзальтера, Космос в традиционных черно-голубых тонах, Кингзальтера в ярко-оранжевом. Играет музыка Дмитрий Бурлаков Двенадцатый Анатолий Башко Тринадцатый Егор Рудомин Пятый Александр Гойдин, капитан команды Второй Дмитрий Курьянов Седьмой Виталий Роханский Восьмой Виталий Соловьев Четырнадцатый Павел Корсаков Семнадцатый Дмитрий Третьяков Опасный момент! И не попадает в пустые ворота Анатолий Башко Здорово переиграл Лисенкова Башко А вот в ворота попасть не сумел Ответ Космоса Буркин вступает в игру Артем Буркин и Александр Гойдин Теперь официально являются Игроками дубля Кингс Альтера Команды Депо А вот Дмитрий Габинет Который Много матчей провел за Кингс Альтера Будучи дублером Теперь заявлен За основу За Кингс Еще раз о турнирных раскладах Досмотрим эту атаку Космоса Хороший пас Но покинул уже мяч Пределы площадки Космос Альтера С 37 очков И первое место Это было ясно Скажем так Не вчера А Кингс Альтера Ведет борьбу за серебряные Медали Для этого Нужно Сегодня Команде Побеждать Сейчас у Кингс Опасный момент И Кингс Альтера пропускает Гол Не без помощи соперника Вадим Долинин Все-таки добивается своего Там рикошет Похоже был Смотрим повтор Вот так Долинин Готовил удар Ну как-то неловко Да Буркин Ловил этот мяч Я почему Предположил Что был рикошет Сложно было понять Даже на повторе Так или иначе Космос Сенниорс Выходит Вперед Вадим Долинин Забивает Свой 14-й гол В 14-ти матчах Отличная Результативность Ветерана Хотя применительно К Космосу Наверное Понятие ветеран Вообще Не очень годится Потому что там В этой команде В основном Ветеранты играют Степан Черноусов Вот он появился На поле 71-й номер Степан Всегда хотел Играть за Космос Сенниорс Но беда Его беда Заключалась в том Что Ну как беда Что он был Слишком молодой Ему не было 35 лет А поскольку Степан Также заигран За команду Космос Которая Играет В БЦ В футзальной лиге По дегиде Эстонского футбольного Союза Право Играть В гранд лиге У Степана Не было Ну вот 5 марта Степану Стукнуло 35 И согласно Регламенту Право Играть в гранд лиге У него появилось Чем Степан Тут же Воспользовался Степана С прошедшим Днем рождения И с дебютом За Космос Сенниорс Угловой Надо Поторопиться Кингс Гойдин Третьяков Матч в первом круге Этих соперников Закончился Победой Космоса Со счетом 3-1 Что характерно Все Голы Тогда Забили Космические Синьоры Сами Счет открыл Вячеслав Кулаков Записал на свой счет Автогол На 6-ой минуте Ну а затем Мячи Влетали уже Только в другие ворота Денис Метус На 15-ой минуте И Максим Житков На 23-ой И на 29-ой Забивали Довольно давно Это уже было 12-го ноября В третьем туре Курьянов Курьянов Габинет Бурлаков И подкат От Ларина Габинет Хорошо задумал Но там Там все Прочитали Башко Удар Удар Поворотом И Вахненко Не прошла Передача Курьянов Бурлаков Бурлаков По левому флангу Прорывался Андрей Титов Нанес даже удар Но опасным Он не получился Сил уже на Плотный удар Не было Черноусов Пошел сам Упал Нарушения правил Нет И тут нет Нарушения правил Мощный корпус Степана Черноусова Сыграл За него Титов Падает Надо вставать Черноусов Кривошейн Не самый подготовленный Удар Ильи Атака Затяжная Космоса Ошибается Титов Но благодаря Партнерам Мяч удалось Вернуть Житков И вынужден Выбивать Ваут Лисенков Кстати Если уж Говорить О Большом Космосе За который Заявлены Как уже Упомянутый Степан Черноусов Так и Илья Кривошейн То Стоит Космонавтов Поздравить Вчера Они Вышли В финал Плей-офф Лиги Во втором Матче Обыграв Вимсиски Ринапал И Черноусов И Кривошейн Были в составе А блистал Эрик Григорьев 3-1 Выиграл Космос В первом Матче Также Была Одержана Победа 2-1 Вахненко Удар Поворотом Острый Угол Не попал Соловьев Годен Подключает Соловьева Третьяков Перехватил Мяч Ивахненко Сыграл На Кулакова Долинин Кулаков Удар Поворотом Буркин Спасает И второй раз Спасает Артем Буркин Угловой Дважды Угрожали В одной Атаке Воротом Соперника Космические Синьоры Но до взятия Ворот не дошло Пока по прежнему 1-0 Длинный пас Вперед Корсаков Не обработал Мяч Третьяков Удар Поворотом Здорово Ударил 17-й номер Дмитрий Третьяков Лисенков Справился А мы смотрим Повтор того эпизода Второй удар Который Вахненко Наносил Похоже До Буркина И не долетел Там Соловьев Подставил Ногу Здорово Титов И передачу Сделал Хорошую Но Чуть-чуть Поздновато Проскочил Уже Максим Житков 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 И Буркин Максим Сыграл На Дмитрия Хороший Темп Игры Последние Минуты Кривошейн Потеря Курьянов Башко 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 Габинет Выходит Выходит из ворот Лисенков Не добирается До мяча И Браво Анатолий Башко Исправился За Тот Ляп На первых Минутах Когда он Обыграв Вратаря Не попал В пустые Ворота И счет Становится 1-1 Смотрим Как это было Да Не часто Головой Забивают Футзале И это Именно Такой Случай Анатолий Башко 15 матчей 14 матчей 11 голов Хороший показатель Вообще Лучшим игроком Лиги Пока я тут Искал Статистику Жарко Было У ворот Космоса И по-прежнему Не до Расслаблений Анатолий Башко Делает Счет 2-1 Как-то Не очень Уверенно Пошел На этот Мяч Михаил Лесенков Во-первых Здесь Потеря Случилась Курьянов Сбрасывает Башко Да Третьяков Раханский Не смог Принять Мяч Долиниан Открывает Мяч Корпусом Но Втроем Кингс Забирают У него Мяч По итогам 17 туров Лучшим Игроком Является Александр Середняк Из Марда Юнайтед На его счету 19 голов 11 Передач И 7 раз Он Назывался Лучшим Игроком Матчем Штрафной Штрафной И Вадим Долиниан Готовится Выполнить Этот Стандарт Лаурис Алей Устанавливает Стенку Которая Позже Раздвоилась Долиниан Попадает Прямо В Раханского Не удается Передача У Ларина Итого 37 очков У Середняка Но Лучшим Бомбардиром Он не является На один Гол Больше Было Перед Этим Туром У Марка Колосова 20 Сегодня Марк Тоже Забивал Сейчас Смогу Вам Поточнее Сказать Пока Опасности Нет Ни у тех Ни у других Ворот Сегодня Колосов Забил 4 Утого 24 Гола У него А Середняк Забил 2 То есть У середняка 21 Максима Житкова А тот Делает Неточную Передачу На брата 3 Три минуты До конца Первого Тайма Напомню Космос Открыл Счет В матче Но Затем Дважды Отличались Игроки Кингсальтера Точнее Игрок Кингсальтера Так как Оба Гола Забил Анатолий Башко Титов Не пустил Его Бурлаков Но Аут В пользу Космос Сенерс Титов Житков Максим Рудомину Удалось То Что Удается Немногим Уронить Степана Черноусова Причем Без нарушения Правил Черноусов Спокойно Космос Контролирует Мяч Но Опасности У ворот Артема Буркина Давненько Уже не было Спора о том Кто должен продолжать Игру Вводом Нет Даже Недоумевает Габинет Не стоит Так Горячиться Черноусов Житков Отобрали У Космоса Мяч И ударил Даже Поворотом Габинет Но С внешней стороны Мяч В сетку Попал Житков Последняя минута Тайма пошла Габинет Курьянов Длинный пас Не дали принять Рудомину Перехват Падает Долинин Вроде как Все нормально С ним Курьянов Извиняется Нарушения Правил нет И мяч Теперь в руках У Буркина Бурлаков Ивахненко И Долинин Он может разобраться Угловой За 9 секунд До конца Тайма Угловой Зарабатывает Космос Ну что Будет Гол в раздевалку Как-то Никто Из Сенерс Особо Не идет В чужую штрафную Желтая карточка Была показана Рудомину Похоже Идет Борьба За позицию Успел Егор Рудомин Подставить Ногу А Виталий Ивахненко Был уже Готов Замыкать А нет Собственно Ивахненко И бил Судя Потому что Угловой Назначен Не был Много Свистков В концовке Тайма Атмосфера Накаляется Свисток на свистке Черноусов Нет Не долетает мяч До Ларина И перерыв 2-1 Кингзальтер Ведет В матче С Космос Сенниорс На гол Вадима Долинина Анатолий Башко Ответил Двумя Перерыв Вадима Долинина Вадима Долинина Вадима Долинина Вадима Долинина Вадима Долинина Вадима Долинина ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, еще 20 минут, и мы с вами... Узнаем имена призеров Гранд Лиги нынешнего сезона. Напомню, что Космос первое место. Здесь никаких вопросов. А за второе и третье идет отчаянная борьба. Команда Центурион одну из медалей себе уже обеспечила. И сейчас вопрос в том, какого достоинства она будет. В случае, если Кингс выигрывает сейчас у Космос Сенниорса, а на данный момент счет 2-1 в пользу Кингс, то Центурион будет довольствоваться медалями бронзовыми. Кингс, соответственно, получит серебро. В случае, если же матч завершится победой Космоса, то Центурион займет второе место, собственно, серебряные медали. А Кингс вообще останется без наград, так как третье место тогда достанется команде White Liners. Но самая интересная ситуация сложится, если будет зафиксирована в данном матче ничья. Таким образом, у Кингсальтера и у White Liners будет по 34 очка. Отличный момент сейчас был у Раханского. Но Михаил Лесенков вовремя вышел из ворот на линию штрафной. И не позволил сопернику себя обмануть. Так вот, у Кингс и White Liners будет по 34 очка. Здесь встает вопрос о дополнительных показателях. И первые из них, личные встречи, также демонстрируют нам равенство. В первом круге White Liners выиграл у Кингса со счетом 7-3, а во втором Кингс взяли реванш со счетом 6-3. Так что судьбу медали может решить, как вы понимаете, один гол. У White Liners будет преимущество по голам в личных встречах в случае равенства очков. То есть, это я к чему, Кингс-Альтера ничья в этом матче тоже не устраивает, если они хотят получить медали. Курьянов, Башко, это слишком сильно. Бурлаков ни при каких обстоятельствах не успевал к этому мячу. Титов. Перехватили мяч Кингс, Рудомин. Ну, а здесь, в принципе, вероятность того, что Бурлаков успеет к мячу, была гораздо больше, но все-таки этого не случилось. Башко. Бурлаков не попал по воротам. Игорь. Небольшой анонс на последний матч сегодняшнего игрового дня. Докер сыграет с ТФШ. Докер уже... Хотя нет, даже Докер еще теоретически может зацепиться за шестерку. У Докера сейчас 21 очко. У ТФШ 24. Докер на восьмой позиции. ТФШ на шестой. Тем временем, Космос сравнивает счет. Угловой был завоеван. Степан Черноусов. Опять не слишком уверенно действует Буркин. В случае с первым голом, также часть вины на нем. И 2-2. Курьянов был близок Соловьев к тому, чтобы снова вывести свою команду вперед. Однако, не удалось ему попасть по мячу. Буркин. Здорово ставит корпус Ларин. И без нарушения правил забирает мяч у Корсакова. Долинин. Корсаков берет игру на себя. И аут в итоге. Пробьет Космос. Кривошейн. 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 Кривошейн попадает в штангу Илья. Да, аут. Мяч вылетел за боковую линию. Прижали. Космический синьор соперника к его воротам. Но тем не менее удается контратака Соловьев После против него Житков Гойдин Мяч доходит до Третьякова И еще падает Третьяков Третьяков требует пенальти Контакт был Был ли фол Вопрос к судям Угловой Черноусов Ой-ой-ой Чуть Плафон Осветительного прибора Илья Кривошенко не сломал В зале своим ударом Габинет Здорово задумал передачу по краю Но не прошла она Здесь рикошет Титулов Довольно жесткая пошла игра Много нарушений По два фола пока У команд Черноусов Житков Дмитрий Снова Черноусов И потеря Бурлаков Не прошла передача Титов У него есть варианты Хороший пас Кривошин Удар поворотом Буркин спасает Ответ Сходу у Кинг Не получается Слишком сильный пас Анатолия Башко На Егора Рудомина Долиниан Черноусов Буркин выходит Сворот Своевременно Степан Черноусов Умеет бить сильно Часто у него получается И точно Но это не тот случай Третьяков Башко Слишком сильно Уходит мяч за боковую Кулаков Получает по ногам Гойгин Выяснение отношений Ивахненко Рассказывает Что Он не фалил Отчего там разговаривает Судья же уже свистнул Прихрамывая Отправляется на скамейку Капитан Кингс Третий фолл у Космоса Третьяков Корсаков Третьяков Третьяков Дошла передача До Рудомина А это не точно Напомню Ничья Кингс Не устраивает В случае ничейного результата Они Остаются четвертыми На кону медали Раханский Рудомин Рудомин Не попадает по воротам Егор Но Задел мяч Кого-то Поэтому Угловой И Ну Будет удар Раханский Выше ворот Привошейн Титов Против него Был Третьяков Который Выпустил мяч За боковую Титов Житков Максим Житков У него есть Титов Затянул Житков Но можно сыграть Лесенковым А у того Точная передача Не выходит Рудомин Курьянов Неудачная передача Но Забрали Кингс Тут же мяч У соперника Еще Пять с половиной минут Кингс Надо во что бы то ни Стало забить Пять с половиной минут Башко Габинет Прошла передача На Курьянова Пас вдоль ворот И здорово действует В подкате Ларин Который Даже углового Не допустил Непростая была ситуация Для галкипера Лесенкова Был риск Попасть В соперника И От него мяч Мог уже отскочить Собственные ворота Но Лесенков Сумел таким образом Направить мяч Чтобы Он не встретился С корпусом Соперника Башко Башко Лесенкова Не дошел мяч до Ивахненко Это кабинет Попытка поймать на финте Соперника Опасный момент Не добрался до мяча Евгений Ларин Но во многом Это произошло Благодаря Анатолию Башко Который опередил Соперника Угловой В пользу Космоса За три минуты До конца Этого матча Черноусов Кулаков Не получился Пасу Вячеслава Еще раз напомню вам Турнирную таблицу Космос Сенниорс 37 очков Центурион 36 Уайт Лайнерс 34 Кингс Альтера 33 А остальные соперники В медальную гонку Вмешаться Уже не могут А тем временем Максим Житков Забивает третий мяч Ворота Артема Вуркина Две минуты До конца Космос Хоть и не мотивирован Но делает все Для того Чтобы нам В итоге Не пришлось Считать Голы В личных встречах Кингс Альтера И Уайт Лайнерс В случае Ничейного результата В этом матче Нам пришлось бы Это делать Ну и Это было бы Не в пользу Кингс Кингс Нужно Обязательно Выигрывать Если они хотят Завоевать Медали На то Чтобы выиграть У них Есть Полторы минуты Нужно забить Два гола Пошел Буркин Забивать Буркин С мячом Опасный момент Попытка Сделать Прострел Вдоль ворот Раханский От души Но под потолок Привошейн Не попадают В пустые ворота Игроки Космоса Иначе Можно было бы Подводить Окончательные Итоги Но пока Еще Какие-то Секунды Есть 37 Секунд С мячом Кингс Кривошейн Перехватывает И Все 4-2 И Кингс Альтера Прощается С надеждой На медали По итогам Нынешнего сезона Илья Кривошейн Здорово сыграл На перехвате И воспользовался Тем, что Ворота соперника Были Пусты Борется до конца Кингс И один гол Даже удалось Отыграть Виталий Раханский Отличился 12 секунд До конца Этого матча Ну 2 за 12 секунд Забить Ну Не невозможно Скажем так Не невозможно И вот Мяч У Раханского Но Был он у него Недолго Долинин Умеет Держать мяч И все Космос Сенер Содерживает победу Со счетом 4-3 Обыграна команда Кингс Альтера Космос Набирает 40 очков А у Кингс Так и остается 31 И таким образом Верхушка Турнирной таблицы Нам с вами Ясна Космос Первое место Центурион Второе 36 очков Уайт Лайнерс Третье 34 И Кингс Альтера К сожалению Для Кингс Остается первым Без медалей 31 очко Впереди у нас Последний матч Сегодняшнего дня Докер ТФШ ТФШ Еще раз Жаль Жаль Без медалей Докер Докер Без медалей Т arrib Т thứ С Продолжение следует...